Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о коляске от компании Inglisino. Моделька называется Major. Это итальянский бренд, который недавно относительно появился в сети магазинов First Buggy, первая коляска. И обзор этого бренда мы начнем именно с этой модельки, потому что моделька действительно очень интересная получилась. Это у нас просто прогулочная компактная колясочка, но, как вы видите, по ее основанию она может даже и по неплохому такому бездорожью нормально себе ехать и комфортно себя там чувствовать. Поэтому такой почти всесезонник получается, но компактный. Так, в двух словах технические характеристики, друзья. Гарантию производитель дает один год. И плюс этой коляски в том, что она весит всего 8,4 килограмма, при том, что она на бездорожье достаточно хорошо и комфортно себя чувствует. И хорошую конкуренцию, на самом деле, вот она составляет некоторым брендам за меньшие деньги, на самом деле. Ценник у нее очень приятный. Актуальную цену, естественно, по ссылке внизу можете пройти. Я не знаю, как вы будете смотреть это видео, цены меняются. По ссылке всегда будет актуальная цена. Но цена очень даже, наверное, очень сильно конкурентоспособная, на самом деле. И недорогая, на самом деле. Спинка у нас регулируется здесь 120-170. Это такой обычный показатель, ничего выдающегося. Производитель здесь заявляет, что с трех месяцев можно катать ребенка до трех лет. До трех месяцев абсолютно нельзя ребенка сажать лицом вперед. Вообще лучше подольше, с полугода, в идеале, конечно. Но вот производитель заявляет с трех месяцев. Ширина колесной базы, при том, при всем, здесь всего лишь 52 сантиметра. Вот, поэтому вы везде спокойно проедете. Из того, что мне понравилось, в комплекте есть дождевик и накидка на ножки. Накидку на ножки я вам чуть позже покажу. Там внизу в багажничке лежит. Ну и дождевик покупать не придется. И начнем изучать, друзья, сверху вниз. Совсем задушусь это убрать. Вот, сверху вниз начнем изучать. И первое, на что хочу обратить внимание, это, друзья, ткань. Я очень ценю вот такую ткань. Это такая типа очень плотная, такая типа джинсы, что-то такое. Но очень плотная. И за годы, скажем так, работы, связанной вот с колясками, могу смело заявить, что вот эта ткань одна из лучших в плане практичности. Она дольше всего сохраняет товарный вид. Ее тяжело порвать, поцарапать. Вот это хорошая, крепкая ткань, при том, что всем она очень даже приятная. Вот у нас получается какой козырек. Козырек здесь небольшой, друзья. Вот это вот косячок этой коляски. Во всем остальном она, в принципе, окей. Вот. Также, видите, у нас здесь дополнительная выемка. Козыречек, еще одна секция. Вот. Мы можем вот так вот сделать, открыть. Но, на самом деле, ничего мы не получили, потому что здесь просто тряпочка, скажем так, которая, ну, просто от солнца, да, она свою функцию будет выполнять, но в плохую погоду, в дождик, это без толку. Также у нас есть вот так вот отбегаем ткань. И практически такая же сеточка, через которую почти ничего не видно, она темная. Вот. А в остальном нормальный обычный козырек. Это вот первое, на что я хочу обратить внимание, что не идеально в этой колясочке. Это козырек. Во всем остальном мы к этому, естественно, дойдем. Мне нравится все. Так, что касается ручки. Ручка здесь эко-кожая бита. На ощупь приятно, но чуть-чуть тонковата, как по мне. Я люблю, когда потолще немножечко. Вот. Регулировки здесь по вылету, не по наклону у ручки нет. Поэтому вот 186 мой рост. Проецируйте, как вам, что. В принципе, она на таком уровне находится, что большинству людей будет подходить. Кстати, по ссылке пройдите. Там есть точные параметры. Расстояние ручки до пола. Можете прочитать и посмотреть. Давайте посмотрим теперь на сидушку. Сидушка, кстати, регулируется у нас здесь с помощью ремешков. Такая классика. Вот те самые 120 градусов, друзья. Вот спинка высокая. Поэтому с высоким ростом ребенок будет себя очень даже комфортно чувствовать. Пятиточечные ремни, мягкие накладочки есть. На плечевой, на паховой зоне. Также мы видим здесь... Секундочку. Вот. Бампер. Тоже обитый, кстати, эко-кожей. Который откидывается в стороночку. Вот это самая идеальная конструкция бампера. Это вот это, на мой взгляд, самый четкий вариант. Подножечка у нас здесь снизу прорезинена. Как раз там, где ставятся ботиночки. Обычно касаются здесь. Плюс ступенечка, чтобы ребенок мог нормально, спокойно залезать. Как по мне, прям отлично. Так, друзья. Давайте теперь посмотрим с вами на шасси. Что оно из себя представляет. Мы видим прекрасно передние колеса у нас с амортизацией. Амортизация тут прям очень даже хорошая. Не нужно сильно вдавливать, чтобы понять, что она тут есть. Сзади тоже самое. Поэтому плавность хода у нее прям очень даже неплохая. Колеса у нас здесь полиуретановые, мягенькие, тихие. Тихо едут. В принципе, хорошо. Хороший доступ в багажник, друзья. И спереди он тоже есть. Он достаточно глубокий. Ткань не тонюсенькая. Там прозрачная, которая на свет поставлена. Будет прозрачная. Здесь хорошая плотная ткань. Поэтому багажник достаточно крепко выглядит и внушает доверие. Посмотрим, как в эксплуатации себя покажет. Как я вижу, здесь еще есть отражатели. Полосочка, чтобы вечером вдруг там темно. Фары автомобиля будут светить. И вас будет видно. Тормоз, друзья, нажимаем. Ставим. И, соответственно, можно здесь вот нажать сверху. Он разблокируется. Но я так полагаю, что подразумевается все-таки снизу. Нужно его подтолкнуть. Но я могу ошибаться. Если правильно знаете ответ, можете в комментарии написать. Я с удовольствием почитаю. Так. Давайте теперь посмотрим на накидку на ножки. Здесь она прям царская, хорошая, толстенная. Прям очень толстая. Прям видно, что наполнителем не пожалели. Спереди у нас здесь есть, видите, кармашек на замочке. Сама она фиксируется к коляске на кнопках. Это самый эффективный способ. И вот закрыли ребеночка. Опустили козырек. И он, в принципе, даже зимой будет нормально себя чувствовать. Как по мне, отличная накидка. Отдельно универсальную, вот такую качественную. Я не знаю, я не видел прям такую добротную, чтобы была. Так, друзья, давайте теперь колясочку сложим. И посмотрим, как она в сложенном виде. Чтобы ее сложить, здесь кнопочку нажимаем сбоку. И основную большую. И все. Дальше она у нас пойдет на сложение. Вот, единственное, что было бы здорово, если бы можно было ее ставить. И какой-нибудь упор, что-нибудь бы снизу было. Вообще было бы здорово. Но, в любом случае, это достаточно компактная коляска в сложенном виде. Вот вы видите, вручную кать, естественно, она не пройдет. Но для такой вот достаточно внедорожной, компактной колясочки это нормальный показатель. Вот. Так что, друзья, вот всю информацию, которую я хотел донести, я вам донес, подытожу. Мне коляска очень понравилась. Мне понравились материалы. Я очень люблю эти ткани. Мне понравились шасси, рама. Все отлично. Повторюсь, чуть тонковата ручка на мой лично вкус. Но это мое личное мнение. Не последней в инстанции. И козырек. Вот здесь бы лучше оставили все-таки еще одну секцию из материала. Как по мне, это гораздо было бы полезнее, чем просто вот такая вот черная ткань. Но от солнца, согласен, от солнца будет отрабатывать на все 100. Но зима, вот, хотелось бы все-таки, чтобы она закрывалась так полноценно. В остальном же мне все понравилось. Она хорошо собрана, качественно. Вот. Претензий у меня нет. Так что, друзья, если вопросы остались, задавайте их в комментариях. Ссылочка, напоминаю, внизу в описании на эту колясочку есть. А я лишь хочу пожелать вам взять грамотный выбор колясочки для вашего ребенка. И удач на дорогах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok